Сегодня мы протестируем самые лучшие и самые худшие продукты из золотого яблока. Чтобы узнать, насколько ужасна косметика с низким рейтингом. И реально ли так хороша косметика с высокими оценками. Почему именно золотое яблоко? Я очень долго на самом деле выбирала косметический магазин для первого видео из этой рубрики. И как по мне, золотое яблоко сейчас находится на пике своего хайпа. И при этом, кстати, многие отмечают, что цены у них гораздо выше, чем в любых других магазинах. Так что сегодня я хочу сделать честный обзор и проверить их продукцию, исходя из оценок покупателей. Я буду делать два макияжа. Один продуктами с самым высоким рейтингом. Блин, ребят, мне попался брак. А второй с низкими. Ноль из десяти. И спойлер, я офигела с результатов обоих вариантов. Пожалуйста, можно попросить вас немножко уйти? Без шансов. Тут как бы уровень звездности миллион. А начнем мы с тонального средства с лучшими отзывами. И это BB-крем Misha Perfect Color. На сайте он считается абсолютным бестселлером и находится на первой странице по запросу тональное средство в Зея. Несмотря на то, что у него целых 172 отзыва и оценка 4,8, справедливость ради, отзывы у него противоречивые. Ну, давайте попробуем. Наношу тон так, как я всегда его наношу. Вы этого не видели. И распределяем. Я потеряла спонж, а я нашла спонж. Ладно, это самый светлый цвет из тех, что был доступен. И если вы обратили внимание, он немножко уходит с серой по тону. Но давайте я отнесу это к плюсам, потому что не будет хотя бы пятнить. Я все еще взяла на тональное средство от Dior, которое сделало мою кожу оранжевой за, между прочим, 10 тысяч. Распределяется он очень хорошо, никаких проблем с нанесением я не испытала. Я бы оценила этот продукт на 10 звездочек из 10. Кстати говоря, стоит это тональное средство 1042 рубля. А теперь смотрим на тон с низким рейтингом. И начинаю я с тонального средства от Stellar. Его оценка всего-навсего 2,5. В отзывах основная претензия в том, что он очень сильно окисляется и сушит кожу. Запомните цвет сейчас и посмотрим, насколько сильно он окислится, а я приношу его на кожу. Не могу сказать, что он как-то меня не устраивает, или что он темнее, чем должен быть. Или что у меня произошла та проблема, которую описывали в рейтинге. Оценку этому тональнику я предлагаю поставить ближе к концу видео, потому что, ну, если пишут, что он окисляется, ему все равно нужно какое-то время. А так, абсолютно потрясающий тон. Не вижу никаких проблем. Ах да, спойлер на будущее. Прошлый тон не оправдал ожиданий. Мой изначальный отзыв в 10 звезд. Я его отменяю и ставлю этому тональнику 4 балла. Посмотрим, как справится этот. По цене этот тон стоил 550 рублей. И, кстати говоря, это достаточно бюджетно. Переходим к бровям. Маркер от Vivienne Sabo. И он был в топе самых популярных продуктов для бровей. 122 отзыва и оценка 4,6. Несмотря на то, что этот продукт у меня уже достаточно давно, мне было бы гораздо самой интереснее тестировать те продукты, которые я не пробовала. Но что поделать, если они у меня уже были? Мы же должны с вами справедливо выбирать самую популярную косметику, а не потому что вот это она пробовала, вот это она не пробовала. Приступаем. Именно он в третьем оттенке, а в третьем оттенке он самый популярный. Но я его не вижу от слова вообще. Он выглядит как абсолютно бесполезный продукт. Подождите, а он вообще рисует? Слушайте, у меня походу брак попался, ребята, он не рисует, смотрите. Вы это видите? Офигеть, а что произошло? Подождите. Сейчас я найду свой продукт от Vivienne Sabo. Вы знаете, я-то забыла, что у меня есть еще. Стол-чемодан. Здесь у меня целая куча нераспакованной косметики. Вот показываю я вам. Вот знаете, вот насколько я люблю стол-чемодан, настолько я убеждаюсь в этой любви с каждым днем все сильнее и сильнее. Итак, попытка номер два. Сравниваем. Совершенно другой разговор, смотрите. Он действительно начал красть мои брови. Офигеть! То есть мне просто, получается, попался бракованный карандаш. Ну, на восьмерку я бы точно бы его оценила. А этот, кстати говоря, стоит 350 рублей. Итак, брови готовы, но для того, чтобы образ был полный, я хочу их еще и уложить. И гель я выбрала от Pussy. А знаете почему? Потому что, внимание, его оценка. 4,3. На него 2038 отзывов. И это абсолютно без шуток самый хитовый продукт во всей подборке этого видео. У меня сейчас классическая версия геля для бровей от Pussy. И, если честно, то Pussy я пользуюсь уже очень давно, примерно с момента появления их на рынке. Ну, просто посмотрите на эту идеальную щеточку, которая буквально, смотрите, прочесывает абсолютно каждый волосок. И создает эффект ламинирования. Кстати говоря, в один момент ради любопытства я тестировала парочку копий Pussy, потому что, да, внимание, на них есть фейки. В итоге, короче, один сделан как будто бы из обычного клея, а второй был как вода, который вообще не держал брови. А третья пальца склеивала волоски. Если честно, то никто вообще даже близко не был приближен к их качеству. Ну, а теперь переходим к бровям с низким рейтингом. Маркер с самым худшим рейтингом стоит всего 350 рублей. И, кстати говоря, эта цена точно такая же, как у маркера от Vivienne Sabo. Кажется, я поняла причину, почему люди относятся к нему скептически. И причина это в том, что это не кисть, а фетр. Рейтинг у него всего 2,8. По цвету, ну, мне даже нравится больше, чем предыдущий лайнер. Вы знаете, я оцениваю эту подводку для бровей, честно, на 8 из 10. Она, правда, мне нравится. И как будто бы федром, честно, даже, наверное, удобнее рисовать, чем кистью. Честно говоря, я думала, что из-за ситуации с очень низким рейтингом мне придется спасать ситуацию с бровями. Поэтому я взяла вот такой вот гель Pussy. И, между прочим, этот гель новая их версия. Вообще, этот гель абсолютно точно станет моим любимчиком для мероприятий и для долгих поездок. Смотрите на его щеточку. Она реально еще тоньше. Можно совершенно спокойно будет терять лицо, активно двигаться и как будто бы даже спать с ним. Ну, а брови все равно будут выглядеть потрясающе. Кстати говоря, это идеальная находка для тех, у кого очень жесткие и густые брови. Которые другие гели просто не держат. Ну, Pussy точно справится. Оба продукта просто супер хайп. Вопрос в том, какая вам нужна фиксация. Супер сильная или базовая? Ссылочку на гель я оставляю вам в описании. И в качестве пудры с самым высоким рейтингом, самую покупаемую, я выбираю вот такую вот пудру от Essence. У этой пудры оценка 4,6. В принципе, что можно вообще ожидать от пудры? От пудры нам нужно мотирование. И от пудры нам нужно то, чтобы это мотирование через 5 минут снова не заблестело. Поэтому на данный момент она хороша. Но давайте вернемся к оценке пудры как минимум в конце этого видео, чтобы посмотреть, заблестело ли мое лицо или нет. Кстати говоря, эта пудра стоит всего лишь 260 рублей. Перейдем к пудре с низким рейтингом. Достаем пудру. У этой пудры оценка 2,7. Справедливость ради, там всего-навсего находятся 3 отзыва, но это самое низкое, что я нашла. Я, в принципе, не вижу того, чтобы пудра хоть как-то переносилась. А нет, подождите, вижу. Я вижу уже разницу между моим лубом и между основной частью лица. По цене этой пудры 370 рублей. Но пудру мы с вами будем оценивать в самом конце, потому что нам нужно посмотреть и протестировать, как она вообще ложится. Контринг, который я буду использовать, это контринг от бренда Alvin D'Or. Ладно, посмотрим. Называется это контринг A La French. Выглядит этот продукт, конечно, не самым надежным образом, но это может быть абсолютно обманчивое впечатление, потому что он действительно находится в топе. Скажу так, что это единственный продукт в подборке, у которого ровно 5 звезд. Я-а-а-а! Цвет немного кажется на камере, как будто бы коричневатый в теплый подтон. Но в жизни я смотрю на него, и он выглядит абсолютно нейтральным. Для меня в контринге важно, чтобы продукт подстраивался под цвет теней. И если честно, то как будто бы... То как будто бы контринг, правда, нормас. Он легко растушевывается, легко наносится. Если честно, эта упаковка меня настолько сильно смущает. Я думаю, что он стоит на рублей 300. 400. Ладно. И я тоже ставлю ему 10 из 10. И контринг у нас от бренда Love Generation. Выглядит вот таким вот образом, как небольшая пулька. Ой! Трэш! Оценка у этого продукта 3,7. Посмотрите, насколько это теплый и достаточно темный оттенок. Знаете, честно, не понимаю негативных отзывов, потому что да, действительно, цвет может показаться на первый взгляд странным, но продукт как продукт. Абсолютно нормальный кремовый контринг. И это с учетом того, что я вообще на пудру наношу, и все выглядит отлично. Ставлю ему 8 из 10. Ну, а по цене он стоит 400 рублей. А теперь поговорим про тональники, которые меня сперва обрадовали, но потом. Ребят, внимание! Мы сейчас с вами будем разрушать первый отзыв на тональный крем. Я только что сейчас заметила, что тон-то подвпитался. И смотрите, у меня редко бывают какие-то высыпания, но сейчас они случились. И когда я замаскировала их первый раз тоном, их не было видно. Но сейчас они проявились, а это значит, что тон или сошел с кожи, или что-то с ним еще произошло, хотя не прошло даже часа. И вот у меня уже все просочилось. То есть, мой изначальный отзыв в 10 звезд, я его отменяю и ставлю этому тональнику 4 балла. Прежде чем мы перейдем к румянам, вы видите то же, что вижу я. Помните, в самом начале я сказала, что люди жалуются на то, что тональное средство окисляется. И да, посмотрите на мою кожу, она действительно стала более оранжевой. И это, кстати говоря, вообще не круто. Разочарование. Хочется закончить просто с кожей, поэтому следующим этапом у нас будут с вами румяна. От бренда, который называется Мина. Я так до сих пор не разобралась, куда правильно ставят ударение. Оценка у этих румян 4 и 6. О, они прекрасны, тактильные ощущения. Если честно, меня пока что смущает в этих румянах то, что это больше похоже на бронзеры, потому что в них как будто бы есть блестящий пигмент. И да, они действительно блестят. Никакого вау-эффекта я не вижу. Отлично, что здесь нет того блеска, который я изначально как бы считала, но по факту его нет. Мне нравится цвет, но они как-то супер странно наносятся. Очень лязно. На камере выглядит красиво. На камере, да. Но это вот камера, она обманывает. Смотрим. А, ну да, я все в пятую. А что камера обманывает? Да, ребята, и такое тоже бывает. Сколько он стоит? По 2000. Объем большой, упаковка SoftTouch классная. Ну, сделан в Италии. Я ставлю им 3 балла. И это румяна со стороны с низким рейтингом. Румяна от Physicians Formula. И это, ребята, самый дорогой продукт во всей этой подборке. Оценка данных румян 3,3. Говорят, что очень специфичный аромат, который на любителя. И аромат, правда, странный. Очень красивая упаковка, но посмотрите, в каком она состоянии. То есть они уже все поцарапанные. И в комплекте шла еще вот такая вот кисть. Я не уверена, что этой кистью можно сделать хоть что-то, потому что она очень жесткая. Патрухи. Банна. Да. Честно, я не знаю, что этой кисти вообще в теории даже можно накрасить. Странные тактильные ощущения, но ок. Вот эта штука вообще не нужна, она корябает лицо. Цвет приятный. Запах реально раздражает, особенно если вы не любите запах химозного персика. Если честно, на камере этот продукт не видно вообще. В жизни он едва-едва заметен. То есть камера вас сейчас даже не обманывает. Поэтому если вы задаете вопрос, собственно, а где продукт? А его нет. И это факт. В общем, я понимаю низкий рейсинг этого продукта и я поставлю ему, честно говоря, 2 балла, потому что, ну, кисть не нужная, стоит дорого, упаковка сомнительная, все поцарапанное и пахнет еще специфически. Да и цвета у него нет. Следующий продукт, который я возьму, это вот такой вот хайлайтер, который находится в очень прикольной упаковке. Если посмотреть отзывы в Золотом Яблоке, то его оценка там 4,7. Ну, он такой очень легкий, полупрозрачный хайлайтер получается. Опа! Слушайте, вот знаете, в жизни, вот смотришь, ну, посредственно нанесла на нос, ну, красота. Добавлю его сейчас еще на линию уровня слез. Да, это я только что сама придумала такое название. Линия уровня слез. Первое впечатление не вау вообще. Если бы первое впечатление совпало бы с реальностью, этот продукт я бы оценила, ну, баллы на 2, на 3. На лице 9 из 10. Вау! На низкорейтинговой стороне у меня вот такой вот хайлайтер, в котором целых 4 разных цвета. Серебряный оттенок, сиреневый оттенок, коричневый оттенок и персиково-золотистый оттенок. Цвета реально весьма странные, но смотрите, насколько пигментированным оказался коричневый. Отличный хайлайтер, лег очень ярко, нанесся легко. О, да, зона падения слез. Если честно, этому хайлайтеру я могу поставить самую высокую оценку, несмотря на то, что я протестировала один оттенок, но даже вот этот оттенок, если остальные будут полный отстой, он затащит. Поэтому этот хайлайтер получается у меня целых 10 из 10. Следующий продукт, подводка, Жан-Мишель. Рейтинг у него 4,7 и это очень высокий результат. Вы просто офигеете, когда я скажу вам, сколько она стоит. У этой подводки фетровый наконечник. Кстати, обратите внимание, насколько он тоненький. Так, давайте заценим стрелку. Подводка отличная, нарисовала все отлично. Давайте ради интереса добавим еще вот эти вот штуки. От 1 до 10 я ставлю этой подводке твердую девятку. Все-таки фетровым наконечникам очень тяжело рисовать маленькие элементы, но все равно 9 из 10. И эта подводка стоит 186 рублей. Ребята, 186 рублей. Это вообще цена, которая меня шокирует. Мне кажется, это даже дешевле, чем покупать какие-то паленые подводки на Wildberries. Непонятно какого состава. У этой подводки от Essence всего 2,7 балла. Чем же недовольны люди? Все очень просто. С одной стороны, они недовольны тем, что у нее очень странная кисть. А во-вторых, они очень недовольны тем, что она супер-мега-быстро застывает. Что ж, тут я ничего не могу сказать. По мне так обычная подводка. Хотя нет, она действительно очень быстро высохла. Но давайте проверим. Действительно кисть специфическая. Я просто ничего не могу сделать. Она реально засыхает до того, как я начинаю ее красть ресницы. Это просто невероятно неудобная кисть. Ей нереально нарисовать стрелки. Я в шоке, я в ужасе. Я чувствую себя человеком с 19-го года до того, как я научилась рисовать стрелки. Та самая жрица-кривострелка, она вот прямо сейчас тут. Хоть что-нибудь. Это мой максимум. Посмотрите, насколько все в проплешину. Потому что она реально, она ссыхает за одну секунду. Ты ничего не можешь растушевать. Ты не можешь докрасить. Потому что стоит тебе только приложить эту кисть к коже, как все. Ноль из десяти. Ну знаете, даже за 227 это дорого. Посмотрите на эти стрелки. Это лучшее из того, что я могла сделать. Причем, когда ты сравниваешь с той подводкой, которая стоит всего 160 рублей, это невероятный трэш. И дальше у нас тушь от бренда Lavant. И у нее оценка 4 и 6. Я люблю кодом-сунообразные щеточки. Пахнет как тушь. Отзыв супер. Сначала я подумала, что она никакая. А потом я смотрю на свои ресницы, я вижу, как сильно они удлиняются. И при этом они даже не склеиваются. Выглядит очень интересно. Но сейчас у нас с вами будет краш-тест нижних ресниц. Потому что если здесь все будет хорошо, то и оценка будет высокая. Что-то, конечно, покрасилось. Но я не могу сказать, что это мега-вау или что я безумно счастлива. Неплохо, нехорошо. Поэтому я ставлю ей твердую пятерку. Я не знаю, что должна сделать тушь, чтобы спасти вот эту ситуацию. Я мечтаю перекрасить вот это вот великолепие. Надеемся, что тушь, которая называется стилист. Допустим. Оценка у этой туши 2,5. Давайте разбираться, почему. Эти стрелки просто ничем не спасти. Это даже не гранж. Как будто бы она очень сухая. Хоть я ни хрена не вижу свои ресницы, я понимаю, почему людям она не нравится. 2 из 5, говорите. Присоединяюсь к этим рейтингам и добавляю свою двойку. А теперь помада. У меня вот такая вот помада от DIVAGE в оттенке 0,5. И это какой-то невероятный хит. Оценка у этого продукта 4,8. Я не пробовала помаду DIVAGE уже миллион лет. Это для меня совершенно сейчас что-то будет новое. И мое первое впечатление, вау, какая крутая форма. Во-первых, очень тактильно приятный продукт. Мне нравится также его дизайн, поэтому давайте скорее тестировать. Запах сладкий, неприторный, приятный. Опа! Да, я понимаю абсолютно, почему этот продукт очень популярен, честно. Во-первых, цвет. Очень красивый цвет. И я такие цвета просто обожаю. Overhype текстура, которая вельветово-бархатная. Я не знаю, что сказать про эту помаду. Она реально стоит своих отзывов. За 369 рублей просто муа! Очень хороша. По 10-балльной эту помаду я оцениваю на все 10 баллов. Но если она переживет мое питье от джуса, то будет 11. Но они не позиционируют себя как в стойке. На стакане она не отпечаталась. На руке она особо тоже не отпечаталась. Поэтому... Отличная помада. Лайк. Посмотрим, как у непопулярного продукта дела. Помада от бренда, который называется Спивак. Мне не знакома до этого момента. Рейтинга этой помады 2,8. Но, если честно, почему-то мне кажется, что она будет нормальная. Потому что у нее такая понтовая упаковка. Приколепие это с этим софт-тачем. Вот с таким вот дизайном. 300 рублей стоит. Она действительно пахнет апельсином. Нормальная. Я не могу сказать, что эта помада как-то особенно сильно меня удивила. Или я получила то, чего я не ожидала получить. Она просто нормальная, хорошая помада. Пятна не оставила. И цвет у нее очень красивый, очень приятный. Он прям нейтральный. Я довольна. Я ставлю этой помаде 8 из 10. Минус 2 балла. Я сняла не за жидкость, которая находится внутри, а чисто за упаковку. Потому что, конечно, единственное, что здесь можно докопаться, это вот до не очень ровно наклеенной наклейки. В остальном все отлично. Я финализирую свой отзыв на пудру. Прошло примерно 2 часа с момента, как я стала снимать это видео. Понимаю, что 2 часа это далеко не предел. Все-таки блеск немного, но вернулся. Здесь у меня пудра скаталась под крылью носа. Это вообще, кстати, неприятная история. Знаете, ощущение такое, что на лице пудры нет. Как будто бы она просто вся впиталась. Я ставлю этой пудре 3 балла. Неплохо, но ее придется очень часто обновлять. Что ж, дорогие друзья, вот такой макияж. У меня получился. Обязательно напишите, какой магазин мне еще проверить. Или, может быть, какой-то сайт. Возможно, даже какой-нибудь иностранный. И я обязательно это сделаю. А я вас всех люблю и всех целую. Обязательно подписывайтесь на мой канал и смотрите предыдущее видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.